Северный город Какова дальнейшая судьба пассажирского автотранспортного предприятия? Спортивно-развлекательный комплекс «Крылаты» приглашает научиться катанию на сноуборде. Достоялось праздничное открытие лыжного сезона в поселке Неван. 12 декабря в России отмечается День Конституции. Накануне в межмуниципальный отдел МВД России у Селимский обратился водитель службы такси и сообщил об угоне, принадлежащему автомашине «Хонда». Полицейские ввели в действие план перехвата и обнаружили иномарку в левобережной части города. Управляющий ею мужчина оказался пасынком потерпевшего. Он рассказал стражам порядка, что увидел машину отчима у одного из баров и силой отобрал у неизвестного угонщика. Установить злоумышленника помогло видеонаблюдение у развлекательного заведения. 42-летний подозреваемый, который не раз попадал в поле зрения полиции, был задержан и дал признательные показания. Совершить преступление ему помогла небрежность потерпевшего. Поставив машину в гараж, он оставил ключи в замке зажигания и поднялся на второй этаж отдохнуть. Чем и воспользовался задержанный, случайно оказавшийся в помещении гаражного бокса. По факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД. 10 декабря депутаты собирались на плановом заседании городской думы. На повестке стояло три важных для жизни устилимского опроса. Какие решения приняли местные парламентарии, узнаете из сюжета. Из 20 депутатов на заседании присутствовали 18 человек. Парламентарии приняли ряд важных решений, а именно из перечня имущества, предназначенного для аренды малого и среднего бизнеса, выведены два муниципальных объекта – Дворец культуры имени Наймушина и Бассейн Олимпиец. Помимо этого, народные избранники проголосовали за изменение структуры администрации Устилимска. На предыдущем заседании была введена должность первого заместителя главы города. И замов стало пятеро. Хотя, согласно приказу Министерства труда и занятости Иркутской области, для городского округа с численностью населения от 10 до 250 тысяч человек у главы местной администрации должно быть не более трех заместителей. Поэтому приняли решение сократить две ставки. Исключены должности заместителя мэра по социальным вопросам и по развитию предпринимательства и инновациям. Таким образом, заместителей стало трое. Как того требует законодательство. Самым главным пунктом повестки было избрание председателя контрольно-ревизионной комиссии. В парламентарии рассматривали 8 кандидатур. Три отпали еще в ходе предварительной проверки. Осталось пять. Это Сергей Долодуев, Евгений Иванцов, Эльвира Неганова, Лилия Софиулина и Александр Хворостинин. Голосование проходило в тайном режиме. В итоге большинством голосов председателем была избрана Эльвира Неганова, которая исполняла эти обязанности ранее. Спасибо большое за оказанное доверие. Это оценка результата нашего работы. Надеюсь, на это не все сотрудничество. Анна Ефремова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». До наступления нового года остались считанные дни. Ежегодно в этот период резко возрастает число таких нарушений, как незаконная рубка хвойных деревьев. Департамент недвижимости администрации города обращает внимание граждан на то, что за нарушение установленного порядка заготовки ели Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц, а для должностных – до 40 тысяч, для юридических – до 400 тысяч рублей. Желающие любого вас, зеленой красавицей у себя дома могут обращаться в Иллинский лесхоз по телефону 43-516. Вокруг темы пассажирских перевозок, которые в последние месяцы стоят очень остро, возникло множество вопросов. Наш корреспондент решил выяснить, в какой ситуации сейчас находится автотранспортное предприятие. Слухи о том, что пассажирское автотранспортное предприятие находится на грани закрытия, не лишены оснований. Чтобы разобраться, почему ПАТП оказалась в подобной ситуации и узнать, что ждет предприятие в будущем, мы решили пообщаться с начальником департамента жилищной политики и городского хозяйства Александром Немержицким. У нас есть предприятие автотранспортное ПАТП, которое существует не один год, и есть уже АТП, созданное вновь, муниципальное автотранспортное предприятие. По названию практически одинаковое. ПАТП на сегодняшний день находится в стадии конкурсного производства. То есть, скорее всего, в ближайшее время предприятие будет закрыто и будет признано банкротом. Как рассказал Александр Николаевич, на предприятии уже не один год копятся долги, которые исчисляются десятками миллионов рублей. Это и налоги, и заработная плата, и задолженность контрагентам. ПАТП в том виде, в котором оно еще было год назад, на сегодняшний день существовать просто не может. То есть, штат работников, там под 300 человек, которые, ну, около 40 автобусов. Понятно, все было организовано так, как требует законодательство. Диспетчера, медики, кондукторы и так далее. Соблюдение графиков рабочего режима и все остальное. ПАТП изначально было монополистом на городских маршрутах. Потому что до недавнего времени только муниципальное предприятие могло получать из областных источников возмещение по перевозке льготных категорий граждан. Для автотранспортного предприятия это была очень серьезная статья доходов, которая позволяла выживать в последние годы. Но с 1 января этого года ситуация поменялась в плане размеров возмещения. Почти на 30%, даже больше, возмещение уменьшилось. Что очень сильно сказалось на ухудшении финансовой ситуации ПАТП. Ну, а в октябре уже текущего года, по-моему, 8 октября, в службе по тарифам установлены тарифы на перевозке всех коммерческих перевозчиков на территории города. Установлены тарифы для коммерческих перевозчиков. Ранее это было единственной, основной точнее причиной, по которой коммерсанты, коммерческие перевозчики не могли заключить договор с областью, с областными структурами по возмещению, то есть по льготным проездным. Транспортное предприятие «Попутчик» заключило такой договор и уже осуществляет перевозки льготников, продает проездные билеты. Поэтому АТП, являясь такой мощной, серьезной структурой, конкурировать на городских маршрутах с частными перевозчиками, ну, просто не в состоянии. Это очевидно по деньгам. Не имея, то есть, имея урезанное возмещение, имея большие расходы на содержание площадей, баз, АТП, ну, в смысле АБК, всех сопутствующих структур, ремонтные базы, ремонтного персонала, слишком большие расходы. Причины банкротства пассажирского автотранспортного предприятия ясны. Но как это отразится на нашем городе? Вот в чем вопрос. Полномочия муниципалитета по организации, ну, по 131 закону, это организация пассажирских перевозок на территории города. То есть, мы должны сделать так, чтобы люди могли пользоваться услугами пассажирского транспорта. Соответственно, чтобы льготники, которые имеют право на льготы, могли пользоваться также этими услугами. Вот в сегодняшней ситуации есть определенные плюсы, в том числе. То есть, раньше у нас АТП возило, ПАТП возило первый, второй, третий, четвертый маршрут, да, льготники знали, что только на этих маршрутах они могут воспользоваться своими проездными. На сегодняшний день ситуация такова, что на всех городских маршрутах, именно, подчеркну, городских, потому что пригородные к ним не относятся, любой человек с любым проездным может пользоваться любым автобусом. Больше льготы теперь предоставляются на всех маршрутах. Проездные билеты, приобретенные в ПАТП, действительны и в автобусах попутчика. То есть, по сути, жители города ничего не потеряли. Жители города только приобрели. Ну, только в том плане, что сейчас они могут пользоваться проездом, да, льготным в том числе проездом, на всех маршрутах города, на технике, которая абсолютно, ну, практически новая, да, по сравнению с транспортом АТП. Комфортные техники и получать, как бы, ту же услугу, то есть, ну, перевозки по городу, ну, более качественные. Самая главная проблема – это работники предприятий, попадающие под сокращение. Основная проблема по АТП – это, безусловно, люди. Там парк техники старый, ну, довольно сильно изношен. Здания, они низкофункциональные, то есть, по другие цели вряд ли подойдут кому-то потребоваться. Конечно, с людьми основная проблема. Там более сейчас 150 человек, которые находятся в подвешенном состоянии, которые имеют долги по зарплате уже за 4 месяца. Но я не могу, конечно, решать за всю администрацию, да, как это будет решена проблема с людьми. Но думаю, что Владимир Сергеевич примет такое решение, что администрация города выплатит, соответственно, имеющуюся задолженность перед работниками АТП из местного бюджета. Но люди останутся без работы. И у муниципалитета появится еще одна проблема – дополнительные рабочие места. Процедура банкротства уже началась. Продлится она не один месяц. Однако результат известен. ПТП прекратит свое существование. Анна Ефремова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». С 15 декабря по 15 марта на территории города и района проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Горка», сообщает пресс-служба МВД Устилимска. Его цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Перед полицейскими поставлена задача выявить потенциально опасные для катания детей места – горки со спуском на проезжую часть, в том числе те, что находятся внутри жилых микрорайонов. Информацию стражи порядка будут направлять в органы местного самоуправления с предписанием об устранении горок. В проведении мероприятий задействованы сотрудники ГИБДД отдела по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные, которые проведут обследование территории города и района. Содействие полиции в борьбе за безопасность детей могут оказать все неравнодушные граждане. Сообщить об опасных для катания местах можно в дежурную часть ГИБДД по телефону 6-30-95 или в дежурные части межмуниципального отдела МВД Устилимский по телефону 02-98-300-72-804. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. А с 1994 года указами президента день 12 декабря был объявлен государственным праздником. Наш корреспондент поинтересовался, насколько осведомлены об этом устилимцы. День Конституции Знаете, что сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции? Нет. А, да. Знали? Да. А вы вообще знаете, что такое Конституция? Ну так, чуть-чуть. Ну, а скажите, что знаете? Ничего не знаю. Ну, какое-то представление имеет у вас вообще это слово? Ну да, конечно, это... Сейчас даже скажу дату введения. Сейчас вспомню. Не могу. Что-то 1994 или 5-й. Ну, 93-й, правильно. А, 93-й. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции? Да. Знаете, да? А вы вообще Конституцию читали? Знаете, права, свободы человека? Не читала, но новости слушаю всегда. А скажите, что вы знаете о Конституции? Что входит в нее? Законы, что входит в первую очередь, и права наши защищают. Граждане, граждане? Да, да. А скажите, может быть, вы бы хотели, чтобы какие-то поправки внесли в Конституцию? Именно, чтобы у человека появилось больше прав. Вот, может быть, у вас какое-то пожелание есть? Конечно, самое, чтобы инвалидам больше прав было. Знаете, что 12-го числа отмечается День Конституции? Конечно, знаем. Знаете, да? Конечно, знаем. А вы знаете Конституцию, ну, какие права она вообще подразумевает под собой? Гражданские. Гражданские? Это в первую очередь. А вы читали Конституцию, смотрели вообще, знаете, что там в нее входит? Конечно, смотрим. Смотрите? Лишь бы еще правительство бы защищало наши права. Скажите, а может быть, у вас было бы какое-то пожелание внести что-то в эту Конституцию? Еще какие-то права улучшить? Ой, а какие права? Чтобы нам получше жилось. И все. Ну, а как-то поподробнее. Ну, у нас-то дети уже взрослые. Детские сады, что вы были. Ну, полностью наши права. Мы, в принципе, не защищены ничего. Если вот так взять. Скажите, а что вы знаете о Конституции Российской Федерации? Да, ну, а что вам хотелось, чтобы я знал? Ну, вы читали ее, не читали. Что вы... Я, моя хорошая, не читаю. Почему? Потому что школу Толмаков не кончал. Нет, я шучу, конечно. Я инвалид по зрению. И так, что я сейчас уже ничего не читаю. Не читаете? Да. Ну, может, читали раньше? Ну, маленько так. А в основном-то что? Мы же и раньше шибко-то не интересовались этим делом. Скажите, а может быть, вы что-то бы хотели, чтобы внесли в Конституцию для жителей? Может, какие-то поправки, чтобы были? Да и чего это было? Для улучшения жизни россиян. Я хочу вот так, в смысле. Чтобы навели порядок с мигрантами. Скажите, а что вы вообще знаете о Конституции? Конституция – это законы наши российские, которые нужно выполнять и требовать их выполнения. А вы сами читали его в Конституции? Ну, иногда, да, конечно, я интересуюсь, а как же я живу в России и обязана читать эти законы. Скажите, а может быть, вы бы хотели, чтобы какие-то поправки внесли в Конституцию? Конечно, хотелось бы. Дело в том, что это нужно хорошо почитать, чтобы эти поправки вносить-то. Есть желание, конечно, изменить что-то в жизни. Я же 40 лет в Василимске живу, мне бы хотелось очень многое изменить. Особенно по нашей жизни в Сибири. То, что мы здесь живем столько долгое время, не имея никаких благ, льгот. Очень бы хотелось много внести поправок, к сожалению. Но будем работать. Сноубординг Сноубординг – довольно интересная штука. Наблюдаешь за лихими спусками и кажется, что все легко и просто. Но когда начинаешь осваивать сноуборд самостоятельно, возникают разного рода трудности, которые не всегда можно решить без помощи более опытного товарища. Спортивно-развлекательный комплекс «Крылаты» приглашает горожан приобщиться к этому экстремальному виду спорта. Команда информационной программы «Северный город» уже взяла пару уроков. Свои первые шаги в освоении сноуборда каждый новичок сопровождает мечтой о легком и плавном скольжении. Далее наступает период проб и ошибок. Даже если вы приобрели самое лучшее снаряжение, первый опыт катания потребует выдержки и терпения. Ключевой момент успешного обучения состоит в тщательном изучении основ сноубординга. Стартуйте под руководством опытного инструктора, как это сделала наша съемочная группа. Павел Разумец, управляющий спортивно-развлекательным комплексом «Крылатый», он же инструктор по технике сноубординга, помогал нам освоить стойку на доске. Для этого необходимо сначала правильно закрепить ботинки. Когда все крепления зафиксированы, можно пробовать встать. Затем Павел рассказал нам, что нужно изначально выбрать ведущую ногу и, перенеся свой вес на носочки, начинать движение. С помощью заднего канта можно тормозить. Для этого следует переместить вес на пятки. Ого! Так, давай руку! Уверенно начать движение получается не у всех и не сразу. Важно не выпрямлять ноги в коленях, а равновесие регулировать бедрами. Движение, которое осваивается при катании в сноуборде, это остановка сноуборда. Мы начинаем с заднего канта. То есть, все просто. Ты встала, равновесие поймала, чуть-чуть ушла с пяточек, у тебя доска покатилась вперед. Надавила на пяточки, доска остановилась. С пяточек ушла, доска покатилась. Надавила, остановилась. Мы пробуем в первый раз спуститься с небольшой горки. Главное – сохранять равновесие и вовремя затормозить. Если этого не сделать, можно упасть. Еще больше разверни ногу. Еще больше. По склону, по склону, не в сторону. Так куда? На меня разворачивай. Вот. Вот, видишь? Плавно, плавно. Дави на каточки, дави на каточки. Инструктор рассказал еще о паре нюансов в управлении сноубордом. Мы уже увереннее стоим на доске и готовы к более серьезному спуску. Но и тут нас ждали множественные падения. Вот так. Хорошо, хорошо. Останавливайся. Молодец. Опустил, проехал, остановился. После первого спуска наша группа любителей острых ощущений поделилась впечатлениями. Все замечательно, все классно. Это офигенно, тебе надо попробовать. Там так летишь, вообще ужас. Главное не бояться. Соблюдать технику катания и уметь тормозить. Спустя несколько тренировок вы будете нестись с горы с удовольствием. Радует, что в нашем городе данный вид спорта активно развивается. Есть где ему обучиться. Спасибо за индивидуальный подход к каждому. Артем Головин, управляющий спортивно-развлекательным комплексом «Крылатый», обозначил, какие дни проходит обучение новичков. Каждое воскресенье с 11 часов до 2 часов дня на нашей горнолыжной базе у нас проводятся бесплатные инструктажи по сноуборду. Ждем всех желающих. Приезжайте, учитесь, катайтесь. Павел Разумец рассказал о дополнительных возможностях спортивно-развлекательного комплекса. Наш комплекс работает 7 дней в неделю. По будням мы работаем с 3 часов дня до 9 вечера. По выходным мы работаем с 11 утра до 10 часов вечера. Трасса освещается. У нас есть горнолыжная трасса начального уровня, на которой вы сегодня учились кататься. Есть трасса так называемая черная, для людей, которые подготовлены. Тюбовая трасса для всех возрастов, для любых физических возможностей. Троллей, ну по-простому это тарзанка. То есть вы зацепились, поехали, испытали массу эмоций, рассказали всем друзьям и еще раз к нам пришли. Мы катаем людей на снегоходах. Вот вы только что видели, да, проехали. Уютное кафе. И канатный городок для совсем малышей. То есть все безопасно, дети все на страховочке. С ними постоянно кто-то есть. Поэтому приходите к нас, мы вас ждем. Обучалась технике сноубординга команда Устилемской телерадиокомпании. Я, Алена Феоктистова и Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». В минувшие выходные прошло праздничное открытие лыжного сезона в поселке Неван, посвященного памяти Алексея Красилова. Добро пожаловать в гостеприимный небо на открытие лыжного спортивного сезона 2014-2015 года, посвященного светлой памяти Алексея Григорьевича Красилова. Склоним головы и помолчим в память о настоящем человеке, коренном сибиряке, знаменитом спортсмене, уважаемом тренере и чемпионе, честно выполнившим свой гражданский и профессиональный долг. Объявляется минута молчания. Так началось открытие лыжного сезона. Пройти эстафету и почтить память Алексея Красилова, почетного гражданина нашего города, собрались не только неванские любители активного спорта. На лыжную базу приехали жители Устилимска, поселков Ершово, Железнодорожный и многие другие. Жена Алексея Григорьевича выразила благодарность собравшимся. Спасибо всем за память об Алексее Григорьевиче, что вы решили принять участие в этих соревнованиях. Алексей Григорьевич очень любил лыжи, всегда ждал первый снег. И был очень счастлив, когда снег выпадал рано. Он был позитивным, легким человеком. Я думаю, что сегодня он бы порадовался за этот красивый праздник. Всем успеха на лыжне. Спасибо. Не обошел стороной мероприятий и Яков Марков. Мэр муниципального образования Устилимского района. Я сердечно приветствую всех участников открытия зимнего сезона. Желаю хорошего прохождения трассы. И сегодня открытие – это в честь почетного работника общего образования Российской Федерации, мастера спорта СССР по лыжным гонкам Красилова Алексея Георгиевича. Сам Алексей Георгиевич прославил Уст-Лимский район на всероссийском и международном уровнях, став двукратным чемпионом России по лыжным гонкам среди ветеранов, трехкратным победителем Кубка мира мастеров в Италии 2006 год, США 2008 год, Швеции 2010 год, лучшим тренером Иркутской области по лыжным гонкам сезона 2008-2009 года. Горенной сибиряк по рождению, тренер с большой буквы, по образованию, победителей в жизни и спорте по характеру, оптимист и трудяга по убеждению. Таким он останется в нашей памяти. После приветственных слов, адресованных гостям и участникам соревнований, поднятие флага ознаменовало открытие традиционного лыжного марафона. Участников лыжных забегов ознакомились с правилами соревнований, и спортсмены дружно отправились на старт. Открытие лыжного сезона прошло успешно. Поздравляем победителей соревнований. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Жители Иркутской области до 18 декабря этого года могут наблюдать ежегодный метеорный поток геминиды. Об этом «Байкал.Инфо» сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. По словам астронома, метеоры потока геминиды будут лететь со скоростью 35 км в секунду. Пик звездопада придется на 13-14 декабря. В среднем в час будет пролетать около 100 метеоров. Это примерно 1-2 в минуту. По словам Сергея Язева, в городе такой звездопад увидеть трудно из-за большого количества фонарей и другого освещения. Лучше уехать за пределы города. Метеоры будут видны практически всю ночь с позднего вечера до утра. На этом «Северный город» прощается с вами до понедельника. Желаем на два дня забыть о работе и вспомнить, что такое отдых, друзья и хорошее настроение. Отличных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА